дорогая божья церковь божий народ всем доброго утром всем мира божьего божьей благодати божьей благости божьего содействия по нашей традиции хороший добрый такой мы опять читаем с вами священное писание и пускай это будет для нас как правило читать священное писание сегодня есть много таких возможностей читать библию по плану мы в нашей общине читая библию по плану вот и мы начали сейчас следующий круг пошел прошли целый год вот обсуждая тексты которые мы прочитали разбирая писание вот очень хорошая такая значит добрая традиция читать библию и когда читает церковь библию по плану можно по крайней мере поговорить на какую-то определенную тему которую мы изучали вот поэтому духовный завтрак это тоже такая хорошая традиция когда мы все вместе смотрим божье слово изучаем его хорошо послание иуды первая глава там одна глава ну так написано иуды первая глава я буду читать 3 стиха возлюбленные а кстати иуда это один из свод и братьев нашего господа иисуса христа а скорее всего это он человек который свое время был неверующим как как все родственники христа но впоследствии он уверовал и вот он удостоился этой участи написать небольшое послание послание иуда называют деяние отступников есть деяние апостолов которые мы с вами знаем написал лука или деяние духа святого который дух божий делал дела через апостолов через церкви послание иуда называют деяние отступников это как раз дела которые совершают люди называющие себя верующие но отступившие от божьей благодати и от определенных божьих требований которые бог возлагает на церкви читая из 3 стиха возлюбленные имея все усердие писать вам об общем спасении я пошел за нужное написать вам увещевание подвязаться за веру однажды перед переданную святым иуда просит церковь противостать чему-то подвязаться это выражение используется когда люди подвязываются какие-то в какие-то соревнования это когда человек участвует каком-то действии и не один о содействии с кем-то то есть он подвязается он ну грубо говоря он становится соработником или соделателем или соучастником или соратником какое-то определенного направления и действия здесь иуда говорит давайте все-таки все вместе противостанем тому что идет о церкви и он продолжает дальше 4 ибо вкрались используя выражение которое показывает движение змеи ибо вкрались некоторые люди то есть не пришли они нагло дерзко они очень аккуратно проникли церкви издревле предназначены к этому осуждению нечестивый вот и было их их учение обращающий благодать бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки бога и господа нашего иисуса христа два аспекта здесь затрагивает иуда первое это единство бога это это единство троицы что бог отец бог сын и бог дух святой это единый бог это один бог но вечно существующий в трех в трех личностях которые сливаются неслитно и разделяются неразделимо и это уже вопрос такой богословский но был вопрос такой еще вопрос учения люди которые извращали благодать божью благодать это незаслуженная милость это незаслуженная благость или благорасположение они настолько ее извратили что сказали что бог сегодня разрешает нам делать все что мы хотим и написано что эти люди они под осуждением божьим находятся и здесь иуда призывает церковь противостать этому что все-таки да есть божья благодать божья благосклонность к нам как грешникам которые еще погибались в грехах и не знали бога и эта благодать открылась нам в личности иисуса христа но когда мы призвали христа свою жизнь а посвятили ему себя стали частью его божьей природы часть частью его естества стали частью церкви а иуда говорит давайте противостанье потому что мы не можем извратить божью благодать и делает говорит то что бог нам разрешает делать все но не все на бог разрешает делать здесь конкретно говорится о распутстве распутствие и сексуальном во первых потому что вот эта благодать она и приводит такая знаете лжеблагодать гиперблагодать приводит к распусту во первых сексуальному нравственному потому что дальше иуда начинает перечислять грех а содом и грех гаморы как раз вот эти города которые были сожжены уничтожены огнем из-за своего морального разложения и дальше там уже пошло что чем люди занимаются может потом дальше почитать и посмотреть а насколько бог строг к этим людям и там как бы видно бог божиха божье сердце в отношении этих людей давайте будем здравыми давайте не будем использовать благодать божью божью благосклонность для такого лицензированного греха хорошо с вами был город омск пастор константин топский христианский центр будьте благословенны аминь